Видим чередование гласных, то есть зависит в том числе от чередований согласных. Вот тут совсем интересно. Гласные и согласные, когда они чередуются вместе, такое тоже бывает. Скажите, можем ли мы ошибиться в чередованиях согласных? Нет. Честно говоря, нет. Что там ошибаться? Логически не можем, но мы это не делаем. Нет, конечно. Мы слышим и пишем. Мы не напишем, скажем, здесь ловю рак. Нет. Или мы не напишем на землю. Потому что мы этого не слышим. Мы слышим другого. Нет. Мы не напишем, скажем, в чередовании «мочь» и «может», что-нибудь другое. Мы напишем «мочь» и «может». Это все хорошо. А вот где мы ошибиться можем? Да. Я знаю, где. Пожалуйста. Где? Хрустеть. Хрустю можно. Можно написать «хрустю». Можно написать «сч», можно написать что-то другое, да? Но уж вряд ли ты ошибешься в гласной. А вот есть у нас корни, где можно ошибиться в гласной. И вот там мы договариваемся. Это несколько корней. Что же? Мы говорим, что это чередующаяся гласная в корне. И очень часто она идет рядом с согласной. Первая будет. Ла-га. 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 Мы пишем «полагать», но «положить». Все ли понимают, что это слова «голстенные»? Они близкие? Да. Полагать и положить. Я что-то положил. Жил. Поэтому я это когда-то устаревшим в случае помогал. Ла-га и ложь. Что здесь с чем чередуется? Давайте поймем. Полагать, но положить. Во-первых, «г» и «ж». Во-вторых, «о» и «а». Можно и «е», потому что «лежать». «Режать» тоже можно, но там ошибиться трудно. Правда? Умножать. Правда. Так, еще. По гордару еще дойдем. Как договорились? Как писать в таком случае? Гласную в зависимости от согласной. Последующий. Слышим «г» с вами и пишем смело «о». Слышим «ж», пишем смело «о». Замечательно. Ряд словечек вам на эти уровни. Среди них будет два подвоха. Эти подвохи вы найдете сами. Прекрасно. Быстро пишем через это двое словечко. И изложение. И изложение. Предполагать. Предполагать. Выложить. Заложение. 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 Уложить. Уложить. Выложить. Выложенный. Две. Выложенный. Выложенный. Наслаждение. Наслаждение. Выложение. Переложение. Ложный. Выложить. Было. Было. Было изложить. Нет, не изложить. Хорошо. Переложить. Было. Переложение было. Переложить. Полок. Что это такое? Что такое полок? Кто знает? Полок. Полок. Да. Вот на шатрах и у домов есть полотенцы. И у шатров, и у домов может быть полок. То есть то, что нарывает все здание, либо здание, либо ваше, скажем, спальное место, куда полок над кроватью. То, что раз проустраняется, сетка какая-то или ткань над кроватью. Полок. Теперь самое интересное. Будьте любезны. Мы написали с вами некоторые слова. Будьте добры. Выделите в каждом из них корень и не поддавайтесь на провокации. Здесь есть подвохи. Выделите в каждом из них корень. ЛАГ. То пишется ЛАГ. Кроме одного случая. В вашем примере. Если это действительно корень ЛОЖЖЕ, то он действительно пишется ЛОЖЖЕ с О в середине. Итак, если Г, то А. Если Ж, то О. Есть некоторые сложности. Сложностей не много, скажу честно. Итак, с одной стороны все просто, да? Слышим Г, пишем А. Слышим Ж, пишем О. Но при этом не моргаем. Глазами лишний раз. И ушами не машем. Слушаем на какой поле. Наверняка. Да. Так. Слышим. Слышим. Наслаждение. Ну, во-первых, слова, которые не имеют отношения к нашим правилам. Наслаждение. Углажение. Наслаждение. 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 «А» Какая это приставка? «На». «На». Отмечаем. Разбираем. Мне кого-нибудь. И корень. «Слажить». «Злажить». Даже еще интереснее. «Злажить». Выслуbul. Слажить. «Наслаждение». Наслаждение — это что-то сладкое. «Слажить». Здесь тоже чередование, но согласен. Сладко, слажда, слаще. Да, слащеный. Значит, к этому правилу не имеет отношения на школьник. Пишем смело А. Проверяем. Сладкий, значит наслаждение. Похожее словечко. У-бла-жить. Здесь корень. Аккуратней. Блаж. Блаж. Что есть? Блаж. Что такое ублажить? У-блажить. Я как-то ублажил. Сделать, чтобы было приятно, конечно. Чтобы было добро, чтобы было благо. У-блажить. Блаж. Блаж. Конечно, А. Это нормальный, проверяемый корень. Еще групповатное словечко. Это слово. Логический. Логический. Корень лог. Корень, конечно. Лог. Лог. А лучше еще логич. У меня логич. Потому что логика. Логика. Правда? Логик. К. Значит, конечно, смело пишем ООО. Это не имеет отношения положить, приложить, заложить, уложить, выложить, переложить и так далее. Лог. Логик. И еще одно очень оборотное слово. Это слово полок. Последнее. Полок. Строго говоря, конечно, полок это покрывало. То есть то, что кладут. Я знаю, здесь есть любители слова исключения. Есть такие? Да. Нет. Вот это исключение. Знак исключения. Действительно, здесь поле нелог. Вообще-то мы должны были бы писать ООО. Но пишем под традицией. И потому что слово не так часто встречается, да? Пишем ОООО. Пишем ОООО. ЛООГ. И я выступляю. Это единственное исключение. Из правила прописания вот этих правилей. ЛАГ. ЛОЖ. Во всех остальных случаях. ЛАГ. Кто слышим? Пришим. Бол. Значит пишем. Пишем А. Излагать. ПРИДПОЛОГАТЬ. ЛАГ. 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 Слышим. Значит пишем. Сюда. А. Изложение. Что слышим? Ж. Значит, пишем? О. Выложение. Слышим? Ж. Значит, пишем? О. О. Конечно. Залужение. Слышим? Ж. Пишем? О. Предложение. Слышим? Ж. Пишем? О. А во всех других случаях, если слышим Г, мы с вами то пишем? А. А, конечно. И это но. Наши с вами. Итак, составить предложение. Написать изложение. Но. Излагать свои мысли. Излагать. Предлагать свои действия. О. 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 И так далее. Одно единственное исключение. Вот. Оно у нас с вами. О. Слово. О. И то редко встречающееся.